Сто тысяч москвичей и гостей столицы собрал на Тушинском аэродроме традиционный авиационно-спортивный праздник в честь Дня Воздушного Флота СССР. В нынешнем году он был посвящен 70-летию Великой Октябрьской Социалистической Революции. Это был праздник отчет, праздник смотр спортивного мастерства полетчиков, конструкторов, планиристов, парашютистов, всех, чья жизнь связана с небом. И, конечно, именинниками чувствовали себя в этот день в Тушино спортсмены-авиаторы ДОСААФ. В воздухе группа самолетов Як-52. Их пилотируют спортсмены из разных аэроклубов страны. Самолеты Як-50. Индивидуальный пилотаж на самолете Су-26 демонстрирует в небе Тушино мастер спорта международного класса Николай Никитюк. Тушино. За этим словом, многие славные страницы истории советской авиации. Велик вклад в подготовку летчиков и парашютистов, расположенного здесь Центрального авиационного клуба имени Валерия Чкалова. По этой лестнице спускались, чтобы затем подняться в небо, многие воспитанники Всесоюзного оборонного общества, отметившего в нынешнем году свое 60-летие. Старые фотографии хранят память о боссуавеяхине, предшественнике ДОСААФ. Не улыбайтесь. Да, в те годы у нас еще не было оборудованных технических кружков, школ, добротной авиационной техники. Не было многого. Но была у молодых энтузиастов горячая любовь к воздухоплаванию и твердая вера в будущие успехи. В наши дни в учебных организациях ДОСААФ ежегодно проходят подготовку тысячи юношей и девушек. И среди них много любителей различных видов авиаспорта. К нам пришли 15-летние мальчишки. Мы очень рады этому. И приложим все свои силы, чтобы делать из них настоящих летчиков. Эти кадры сняты в Сепуховском аэроклубе ДОСААФ во время очередного занятия, которое проводит летчик-конструктор Александр Марков. В клуб я пришел в 15 лет. По окончанию аэроклуба я собираюсь выступать в Борисоглебское летное училище. А после 10-го класса собираюсь поступать в Борисоглебское летное военное училище. Да, еще в школьные годы многих ребят привлекает самолетный спорт. И Серпуховской аэроклуб в духе требований времени первым предложил обучать летному делу 15-16-летних юношей. Почин оправдал себя. Среди тех, кто уверенно овладевает навыками пилотирования, Александр Морозов. Его товарищ по учебе Виталий Завьялов. Эти успехи ребят по праву может разделить с ними их наставник, Александр Марков, опытный летчик, который был участником авиационно-спортивного праздника в Тушино. Эффектное зрелище – пилотаж на вертолете Ми-2. Замечательными качествами обладает этот юркий летательный аппарат. Он может вертикально подниматься, двигаться вперед, назад, влево, вправо. Вертолетный спорт – один из самых молодых видов авиаспорта. Но за короткий срок он завоевал большую популярность у нашей молодежи. И вот уже небо над аэродромом отдано в распоряжение самолетов Су-26. Ими управляют члены сборной команды страны по высшему пилотажу. Один из них – заслуженный мастер спорта СССР Юргис Кайрис. Он спортсмен вильнюсского аэроклуба Доса. Среди 400 участников праздника в Тушине был и начальник этого клуба Роландес Паксос. Нам очень приятно, что в вильнюсском аэроклубе имени Дариса и Геренуса было предоставлено право участвовать в овченном празднике в Тушине. Наша тройка – заслуженный мастер спорта на самолеты Су-26 Юргис Кайрис. И самолеты СС-50 – это командир звена Роберта Сморейко. Тренер сборной литвы по самолетному спорту Ляуна Свельниц. В ряде аэроклубов страны ребятам предоставлена возможность выбора. Они могут заниматься по вкусу – самолетных или планерных звеньях. С помощью вот таких легких спортивных аппаратов мальчишки учатся летать, осваивать технику парящего полета. А затем, после освоения планера, перед ними открывается путь в большую авиацию, ко владению сложной авиационной техникой. Планеры. Словно огромные птицы парят они в воздухе. Нелегко управлять планерами, выполнять на них фигуры пилотажа. Многочисленные зрители в Тушине стали свидетелями полета дельтаплана. Даже не верится, что эти необычные сверхлегкие аппараты могут подниматься на высоту 4-5 тысяч метров и находиться в воздухе несколько десятков часов. Сейчас в парашютные секции аэроклубов страны разрешено принимать юношей и девушек 15-летнего возраста. Вот они, перед нами, юные парашютисты. Их объединили и подружили занятие любимым видом спорта. И надо сказать, что они добиваются в нем немалых успехов. Вы работаете? Учусь. Где? В 10-й средней школе. А сколько занимаетесь спортом? Первый год. Сколько прыжков? 101 сейчас. Где вы работаете? Я учусь. Где? В медицинском электромеханическом технике. На каком году? На первом. А сколько лет занимаетесь прошедшим спортом? Год. Довольны? Да. Вы работаете учите? Работаю. Кем? Радиомонтажником. Сколько вам лет? Мне 23. А сколько лет занимаетесь? 6 лет. Сколько прыжков? 302. Подлинным массовым стал в нашей стране парашютный спорт. И, конечно, не случайно, что организаторы праздника в Тушине отвели его завершающую часть для демонстрации многообразных видов и форм парашютизма. В ней участвовали и опытные мастера, и юные спортсмены. Это был действительно настоящий карнавал под куполом московского неба. На праздники в День воздушного флота СССР высокое мастерство показали лучшие спортсмены-авиаторы ДОСААФ. Летчики, планеристы, парашютисты. Достойную смену боевой резерв советских вооруженных сил готовит дважды орденоносное всесоюзное добровольное оборонное общество. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова